Бизнесом я занесся еще в университете. В бизнесе действительно нет границ для самореализации. Первые биопринтеры — это классические струйные принтеры. Это на самом деле то, чем мы больше всего гордимся, нашим космическим экспериментом и непечатью щитовидной железы мыши. Мы хотим стать теми, кто сможет решить эту колоссальную проблему о нехватке органов. Русский Илон Маск «Делающий бизнес на печати органов в космосе». Юсуф, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Спасибо за приглашение. Вы родились в Дамаске. Да. Но сейчас вы живете в Москве. Как вы здесь оказались? Да. Родился в Дамаске в 1984 году. У меня отец сириец, мама русская. Познакомились они в Санкт-Петербурге, будучи студентами. И мама переехала в Сирию, в Дамаску. В конце 80-х, начале 90-х мы решили переехать тогда еще в Советский Союз. И мы переехали к бабушке в Ялту. У меня мама русская, крымчанка. Собственно, в Крыму, в городе Ялта, в замечательном городе Ялта, я пошел в первый класс. Первую четверть первого класса я отучился. Я отучился еще в Крыму, в Ялте. И потом мы переехали в Москву. И в Москве я уже, собственно, закончил школу с серебряной медалью. Поступил на факультет фундаментальной медицины МГУ. Закончил его с красным дипломом. Но медициной вы не занялись? Сразу в бизнес? Бизнесом я занялся еще в университете, на самом деле. Мы с моими друзьями, однокурсниками, ну, вы не только однокурсники. В основном мы однокурсники, ребята чуть постарше нас. Мы организовали небольшую лабораторию, проводили анализ. Это конкурент, мы начали с конкуренции, с инвитера. Была очень такая малюсенькая лаборатория, которая специализировалась нам на определенном, скажем так, на нишевом типе анализов. Почему, собственно, бизнес? Потому что мне очень понравилось в каком-то из интервью Бориса Березовского, он говорит, что только в науке и в бизнесе нет границ для самореализации. Ничего себе у вас кумиры. Нет, я не про кумиров, а про высказывания, которые мне близки, которые мне понравились. Это действительно так, это близко к моему мироощущению, что именно и в науке, и в бизнесе действительно нет границ для самореализации, для самореализации собственных идей. И да, первый бизнес был еще, будучи студентом, тяжело, конечно, было тяжеловато учиться и пытаться управлять. Это небольшая, мягко говоря, структура. У нас там было порядка шести человек. Да, она зарабатывала деньги. А в какой-то момент у нее начался бурный рост. В какой-то момент мы с учредителей перестали быть курьерами. И позволили себе курьеров. Кстати, именно на базе занятия, занятием бизнесом, вот этой небольшой лаборатории, я познакомился с Островским Александром Юрьевичем. Ты предугадали мой вопрос, я только хотел спросить, где вы его встретили. Я его, на самом деле, я его знал, я знал его и до этого, я знал его еще со школьных времен, потому что он папа подружки моей одноклассницы. Мы жили в соседних домах и, в общем, как-то мы дружили. И я, в общем, никогда не интересовался, чем особенно занимаются родители моих друзей. Ну так, я знал, что связано с медициной. А когда мы занимались вот этой лабораторной диагностикой, уже тогда, собственно, что означает влечение и к бизнесу, и к науке. И те деньги, которые мы зарабатывали в этой небольшой лаборатории, в этом небольшом бизнесе, мы уже тогда вкладывали в научные исследования. Ну это просто как хобби, или вы тоже на этом что-то хотели? Мы вообще не думали о том, что мы на этом будем зарабатывать. Это вот было чистое наслаждение заработать какие-то деньги и потратить их на то, что ты хочешь изучить сам. С утра курьер, а вечером сам себе научный руководитель. Собственно, задатки этого, они начались еще тогда. И, собственно, после окончания университета у меня встал вопрос, в общем, что делать дальше. Идти в ординатуру, идти в аспирантуру, или никуда не идти, в общем, заниматься бизнесом. И как раз-таки тогда начиналась только франчайсинговая программа Инвитро. Я уже, мы уже хорошо и плотно общались с Александром Юрьевичем, по-моему, Грисушевым. То есть вы пришли к папе, подружке, вашей однокласснице? Дело в том, что мои друзья уже открыли один медицинский офис по франшизе Инвитро. Они говорят, слушай, это вообще крутая история, давай вместе сделаем еще такую сетевую историю. Вот сейчас, ну, понимаете, молодые люди, когда откроют какой-то первый офис, они сразу думают о том, как они откроют второй, а о том, как они откроют сотый, тысячный и тысячный и так далее. Я говорю, слушайте, отличная история, давайте, давайте, давайте попробуем. Я только как раз поступил в аспирантуру, только началась какая-то научная деятельность. Я думаю, ладно, она немножко подождет, сейчас она чуть-чуть, чуть-чуть и без меня там сама подрастет, а я пока в это время тут открою, значит, 10, 50, 100 офисов и так далее. Как вы из этой, в принципе, ну, такой стандартной, наверное, распространенной истории прыгнули в космос? Ну, до космоса была дорога, усыпанная терниями. В Инвитро и существовал тогда, и сейчас существует департамент, который ищет новые технологии, и не только в лабораторной диагностике, но вообще в медицине. И специалисты этого департамента, они периодически страткомитету, назовем стратегический комитет, они приносят эти проекты. Посмотрите, интересно инвестировать, интересно или неинтересно инвестировать в новые технологии. И одна из таких технологий, которые принес департамент, это была технология как раз трехмерной биопечати. Только появлялись там первые статьи, только появлялись первые публикации, некие отчеты, там где-то, 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 может применяться, это где-то 11-12 год. 11-12 год. И поскольку у меня был бэкграунд как раз-таки в регенеративной медицине, моя дипломная работа была посвящена регенерации костной ткани, Александр Юрьевич говорит, слушай, что ты думаешь по поводу, смотри, 3D-печать, органов, ткань и так далее. Я говорю, Александр Юрьевич, ну что это такое? Ну это полное безумие, вы понимаете, что объединить эти две технологии настолько сложно. Он говорит, слушай, ну класс же. Ну вот если смотреть в будущее, если мечтать, ну класс. Ну хорошо, давайте мы посмотрим, изучим. Надо, кстати, дать Александру Юрьевичу должное. Он поехал сам лично, встречался с передовыми учеными в этой области. И как раз-таки одним из таких ученых, Владимир Александрович Миронов, он в то время работал в США. Одна из первых работ по технологии биопечати, она, собственно, имеет его авторство. После того, как Миронов приехал в Москву по приглашению Островского, мы перегорили с Мироновым. Мы долго с ним, часа 4, наверное, мы с ним не вставали за стола и обсуждали технологию, как она развивала, и как она возникла, и как развивалась, и какие перспективы. И вот после этих 4 часов я встал за стола и говорю, Александр Юрьевич, ну давайте, поехали. Но я, чтобы быть уверенным в развитии этой технологии, я должен входить сюда не просто управляющим, управляющим этой лабораторией, а именно управляющим партнером рисковать собственными средствами для того, чтобы не было у меня никаких сдерживающих факторов. Потому что всегда, конечно, такие высокорисковые, высокорисковые проекты, они должны быть, как говорят американцы, скинами гейм, нужно участвовать, участвовать в процессе. Можно я сейчас на секунду прерву, у меня вдруг мысль возникла, а вы на этой подружке не женаты случайно? Нет. Ну мы, конечно, до сих пор дружим и, в общем, очень в хороших отношениях, близких, но мы близкие друзья. 6 сентября 2013 года мы уже открыли лабораторию научным руководителем, который до сих пор является Владимир Александрович Миронов, который на пятилетие мне сказал, слушай, Юсеф, я до конца не верю, что мы в России откроем такую лабораторию, что я здесь буду проводить так много времени. Я и сейчас не верю, знаете, что вы ее открыли. Да, и, в общем, в сентябре 2013 года мы открылись, и у нас Владимир Александрович, он прекрасно рисует, он прекрасно, ну, он, скажем так, прекрасно рисует не с точки зрения художественной ценности, а с точки зрения доступности и подачи материала. Мы с ним накидали на бумажки стратегию, вот что мы будем делать с 2013 года по 2020. И мы это превратили сейчас в такую большую картину, которая у нас висит в лаборатории. Одним из направлений как раз-таки были новые технологии, связанные с управлением клетками посредством физических полей. Мы тогда еще ничего не думали о космосе. Стоп, про физические поля, что вы делаете? Вот на пальцах. Ну, я думаю, что многие хорошо знают технологию трехмерной печати, когда мы создаем объекты послойные, печатаем объекты послойные. Надо сказать, что человечество до этого создавало объекты, ну, мы все знаем прекрасно эту знаменитую фразу, что я беру камень и отсекаю все лишнее. И в начале 2000-х годов ученые-биологи придумали добавлять в определенные материалы живые клетки для того, чтобы создавать трехмерные живые функциональные органоиды, их называют еще микроорганы. Но надо сказать, что вообще технология трехмерной биопечати родилась из технологии классической, обычной печати. И первые биопринтеры — это старенькие переделанные Хьюлитт Паккарды. Потому что самая первая печать была произведена на обычном принтере. Засыпали клетки. В начале 2000-х годов профессор Болланд из Великобритании разбирал дома принтер. У него засадились форсунки для чернил, принтер перестал печатать. Ему очень хотелось покупать новую, он решил, что он сейчас починит старый. И когда он перебирал принтер, ему пришла идея в голову, что форсунки, через которые выходит чернил, они вообще-то сопоставимы с диаметром клеток, чуть больше. Он подумал, а почему бы не залить сюда чернила, а залить сюда раствор с клетками, не попробовать напечатать. Попробовать напечатать не чернилами, а клетками. И вот, собственно, первые биопринтеры — это классические струйные принтеры. Так, звучит я так немножко безумно. Разобрал принтер, пошел там на кухню, взял какой-то бульон с клетками, налил. Вот как возникают технологии. Технологии возникают во многом случайно интуитивно. Конечно, за интуицией лежит определенный опыт и большой пройденный путь, но в общем и целом многие технологии возникают именно так. Вот представьте, что мы печатаем зубной пастой, в которой содержится большое количество клеток, только размер этого тюбика, размер этого тюбика там не несколько сантиметров, мы печатаем несколько десятков или сотен микрон. Ну, для сравнения, человеческий волос — 60 микрон. Вот размеры, которые мы печатаем, 100-150 микрон в две толщины человеческого волоса. Таким образом мы создаем трехмерные модели согласно заданной цифровой. Ну, как это происходит в классических 3D-моделях? Их можно пересаживать в том случае, если они обладают определенной функцией, безусловно. Потому что в большинстве случаев мы гонимся не за формой, а, естественно, за функцией. Ну, например, там хорошо и известно, легко узнаваема форма щитовидной железы в виде бабочки. Вы напечатали щитовидную железу мыши. Мы напечатали в 2015 году щитовидную железу мыши. Это была первая работа, которая показала принципиальную возможность замещения функций утраченного органа. Первая в мире работа. Первая в мире работа, потому что до этого были напечатаны так называемые заплатки. Кожная заплатка, клещевая заплатка, заплатка сосудов. Вторая такая очень красивая работа была сделана под руководством Рамилы Шах в Чикаго. Они напечатали тканей инженерный яичник, пересадили животным тоже с удаленным яичником. И после проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения у этих мышей появились мышат. Если у вас так все хорошо работало на Земле, зачем вы выдумали печатать щитовидку мыши в космосе? По одной простой причине невозможно создать технологию, которая бы работала для всех типов тканей органов. Почему? Потому что, например, для создания трубчатых полых объектов, например, такие как сосуды и мочеточник, когда мы пытаемся вытягивать конструкты, то у нас возникает эффект пизанской башни, когда конструкты начинают заваливаться. И, в общем, печатать их достаточно сложно. Поэтому мы решили использовать технологии управления клетками с использованием разных физических полей. И в первую очередь нам пришла идея создать некую магнитную ловушку, в которую мы помещаем клетки и в этой магнитной ловушке формируем конструкты. И при этом подобного рода микроорганы, они висят, они как бы левитируют в жидкости, потому что они удерживаются магнитным полем, и мы всегда боремся с условиями гравитации, потому что, естественно, они хотят всегда осесть. Мы не даем им этого сделать, потому что мы используем, собственно, магнитные поля. Поэтому у нас, собственно, два варианта. Или использовать очень мощные магниты. И мы, кстати говоря, проводим подобного рода эксперименты в Голландии, в Нимгене, на так называемых битровских супермагнитах. Это очень дорогие эксперименты. Час работы на таком магните стоит порядка 8 тысяч евро. То есть в космос оказалось запустить дешево. В космосе проводить эксперименты дешевле, чем это делать на битровских магнитах. Но надо сказать, что все эксперименты с битровскими магнитами нам выплачивает голландское правительство, потому что мы получили самый высокий приоритет по проведению подобного рода испытаний на битровских магнитах. Вы запустили в космос биопринтер, 3D-биопринтер, на котором напечатали, собственно, щитовидную железу мышки. Собственно, мы для космических исследований, для космических экспериментов и создавали принципиально новый принтер, который именно работает в условиях микрогравитации. И мы отправили его в декабре 2018 года. Надо сказать, что удалось нам это сделать не с первого раза. Первый раз мы отправляли принтер на известном МС-10, на Союзе МС-10, когда была нештатная ситуация. В конце декабря мы уже получили напечатанные конструкты на Землю, они вернулись из космоса на Землю. И мы проводили уже в январе, во второй половине января, мы проводили потом морфологические исследования. То есть, опять-таки, изучали внутреннюю структуру, все ли там нормально, нормально ли себя чувствуют клетки и так далее. И это был, опять-таки, первый в мире успешный эксперимент по печати органов в космическом пространстве, в условиях микрогравитации. Буквально несколько недель назад, пару недель назад, американцы отправили свою машину в космос. Только сейчас? Да, только сейчас. То есть вы выигрывали американцев космическую гонку? Да. Мы обогнали... На несколько месяцев, но обогнали. Мы обогнали, но мы обогнали практически на полгода. Мы знали, что... Американцы заявляли, что они отправят в конце 2018 года. Мы не знали конкретных дат. Мы для себя поставили задачу, что мы к концу 2018 года обязательно должны отправить биопринтер и провести подобного рода испытания. И мы отправили первые в октябре, но испытания провести не смогли из-за того, что принтер упал. Он находился в бытовом отсеке ракеты-носителя. И, в общем, не долетел до Международной космической станции. Это долетел со второго раза. Американцы, кстати, перенесли после этого свой эксперимент на середину 2019 года. И вот только сейчас они отправили свою машину. О результатах своих экспериментов я думаю, что они расскажут через 3-4 месяца, когда у нас будет уже готова вторая, третья серия экспериментов. И вполне те сроки, за которыми мы сделали эксперимент, полтора-два, полтора года, два года, это вполне сроки сопоставимые с экспериментами, которые проводит НАСА. Йосиф, правильно я понимаю, что вот эта штука похожа на ту, которая у вас летала в космос? Это не тот же самый принтер, но он выглядит так. Это принтер, вот этот конкретный принтер, это принтер, на котором тренируются космонавты перед, собственно, полетом на Международную космическую станцию, перед проведением экспериментов уже на МКС. Потому что абсолютно идентичный такой же принтер установлен на Международной космической станции и именно на этом принтере проводились, на таком же абсолютно идентичном принтере проводились исследования и будут продолжаться наши испытания. И здесь, конечно, этот принтер, он очень сильно отличается от всех классических 3D принтеров, потому что мы обычно привыкли видеть некую форсунку, с которой материал выходит. Здесь это полностью закрытая система, и это действительно... Это не похоже на принтер, правда? Да, это не похоже на принтер, кто как только не называл, и говорили, что очень похоже на микроволновку, почему-то не знаю, почему на микроволновку. Здесь суть этой технологии заключается как раз в том, что мы используем магнитные поля, то есть в каждом из этих окошек внутри находятся магниты, сделанные из специальных материалов и специальным образом рассчитаны, это специальные формы. Мы используем систему математического моделирования для создания магнита холл. И сразу в процессе одного сеанса экспериментов проводится 6 экспериментов. То есть в каждом из подобного рода окошек мы добавляем кюветы с биологическим материалом, это специальные носители. Для нас это кювет или лабораторная посуда, как это сейчас называют, в нашем конкретном случае является системой доставки на МКС и системой спуска обратно. То есть все происходит в одной системе. То есть не переходит переливание. Это сложно структурированная пробирка, потому что эта пробирка нужна для того, чтобы материал доставлять и туда, и обратно. И в нем же проводить, и в ней же проводить эксперименты. И, собственно, процесс печати выглядит для космонавта следующим образом. Он просто делает некие последовательные движения по нажатию кнопок и контролирует процесс. Вот здесь установлены три окошка с камерами. Производит процесс видеосъемки. То есть мы пытались сделать максимально простое для использования аппаратуру, чтобы снизить возможность возникновения ошибок. Дальше принтер остается, собственно, международной космонавтической станции. Да, да, это полностью наша разработка. То есть у вас там не только врачи, еще и физики? У нас и физики, у нас и инженеры. Над одним из проектов работали вместе два человека, разница у которых в возрасте была больше 50 лет. И один из них это физик, акустик, который большинство своей жизни провел в закрытом институте, работая над акустическими системами для подводных лодок. А второй парень, он разработчик оружия для компьютерных игр. Он создает, начиная от мячей, заканчивая бластерами. И почему они работали вместе? Потому что нам нужно было собрать акустическую установку, ее собирал, соответственно, физика, акустик. Но она должна была быть имплементирована в магнитную установку. То есть она с точки зрения эргономики должна была быть сделана очень аккуратно. И над этим работал вот такой технологический дизайнер, молодой парень. Конечно, мы используем много математического моделирования. И, конечно, часть работы мы распределяем. Например, системы магнитные и акустические, именно с точки зрения моделирования, для нас делают и физфак, как МГУ, и Институт высоких температур, Российская Академия Наук. То есть часть работы выполняется институтами и университетами, нашими партнерами. Сколько вы тратите вместе с нами все это? Звучит очень дорого просто. Вы знаете, на самом деле звучит дорого, но подобного рода работы мы делаем бесплатно в рамках наших научных, совместных научных публикаций, совместных научных работ. Это то, чем мы на самом деле гордимся. На этом выказать? На этом мы очень сильно экономим. Это на самом деле то, чем мы больше всего гордимся, не нашим космическим экспериментом, не печатью что-то видно железы мыши в 2015 году, а мы гордимся тем, что мы смогли простроить такой мощный международный нетворкинг, как с ведущими российскими университетами, так и с ведущими зарубежными университетами. На МКС летает такая штука. И вы сейчас туда повезете еще что-то? Мы сейчас повезем туда еще вот 40-42 таких лабораторных кюветы с разного типа материалами. Мы повезем туда не только клетки, как мы это делали в первом эксперименте. Мы везем и бактерии, потому что наши первые эксперименты на Земле в магнитных ловушках показали, что бактерии очень интересно себя ведут. Они тоже формируют трехмерные структуры, начинают очень быстро формировать биопленку и становятся антибиотикорезистентными. Это говорит о том, что человечество хочет и стремиться к дальним полетам, и хочет покорять дальние планеты. Жить на Марсе. Жить на Марсе, например. Мы ничего не знаем про те заболевания, которые могут нас ждать во время этих дальних полетов и миссий. И вообще у человечества есть очень хороший урок. Такое заболевание, как цинга, которое было абсолютно неизвестно, пока не начались дальние мореплавания. И, в общем, первые моряки, они, собственно, расплачивались этими незнаниями о такого рода заболеваниях. И вот на дальние полеты мы понимаем, что мы тоже мало чего знаем, и как человек, и самое главное, не только человека, а как те бактерии, которые живут внутри нас, как они будут реагировать на те изменения, которые будут при дальних полетах. Вообще вот то, что вы рассказываете, привести в космос бактерии, напечатать из них нечто. Они станут резистентными и агрессивными. Это больше похоже на создание биологического оружия. Нет, нет, абсолютно нет, потому что они находятся вот в таких трехмерных структурах только в тот момент, когда мы их держим в магнитном поле. Если мы их, собственно, убираем из магнитного поля, они переходят в свое обычное состояние. То есть для них подобного рода условия, которые мы формируем, и в которых они находятся в космосе, являются стрессовыми условиями. Они начинают реагировать известным им способом. Они собираются в колонии и пытаются как-то отгородиться от этого стресса. При этом показано, что при ряде патологических процессов у людей вполне себе в земных условиях формируются тоже такие трехмерные объекты. Например, в бронхах, при хронических заболеваниях бронх. И эти процессы, они плохо поддаются терапии. Почему? Потому что на сегодняшний день антибиотики разрабатываются по принципу изменения генотипа бактерий. То есть есть какая-то одна бактерия, поменяла свой геном в ходе какой-то мутации, и появился другой штамм бактерий. Вот под этот штамм уже нарабатывается антибиотик. А когда штамм не меняется, но бактерии формируют трехмерные структуры, эти структуры, эти модели, они плохо изучены. И для них антибиотико-терапия плохо подобрана. Это проблема антибиотико-консистентности. Мы в том числе в нашем эксперименте в космическом, который сейчас пойдет в августе, с бактериями, мы будем добавлять антибиотик. Мы будем добавлять антибиотик, который мы знаем, что он хорошо действует на эти бактерии, но тем не менее мы посмотрим, как он будет действовать тогда, когда они собрали из себя вот эту трехмерную структуру. Вы сейчас ничего не зарабатываете. Как монетизация. Вопрос, сколько стоит магнитный принтер, он не стоит, он не продается, потому что он сделан для того, чтобы на нем работали на Международной космической станции в условиях невесомости. Мы будем продавать услуги по работе на этом принтере. И, соответственно, стоимость этих услуг будет в зависимости от того, насколько это большой, сложный эксперимент. И всегда это будет такой некий индивидуальный подход. Но, конечно, понятно, что космические эксперименты, они всегда дорогостоящие с одной стороны, с другой стороны, они всегда с высокой добавленной стоимостью. По вашему плану, у вас же наверняка есть бизнес-план. То есть, вот Астровский, он же вам не подарил деньги, он же инвестировал в вас, он ждет, наверное, какой-то отдачи. По вашему плану, когда вы должны начать получать какую-то выручку? Я не знаю, я не побоюсь этого слова прибыль. Мы, на самом деле, когда договаривались с учредителями в 2013 году при открытии лаборатории, какими, в общем, мы меряем горизонтами и когда мы хотим выйти на точку безубыточности, мы прекрасно понимали, что это, наверное, не классические такие горизонты для развития бизнеса в России. Не 2-3 года мы понимали, что эта история минимум на 10 лет, а может быть и больше. И с точки зрения выхода на самоокупаемость в том числе, потому что любые биотехнологические технологии, особенно те, которые связаны с клетками, это всегда игра надолго, и не только в России, это не характерно для России, как для страны, это характерно для всего мира. Ну, где-то там в плане, где-то есть. Да, мы договорились между собой, что для нас такая точка отчета, это 10 лет, то есть в 2023 году мы должны выходить на самоокупаемость. Осталось совсем недалеко, совсем близко. У вас все еще нет выручки. Но дело не в этом. Дело в том, что мы в процессе работы лаборатории переформатировали работу лаборатории таким образом, что для нас сегодня 3D Bioprint Solutions – это R&D-центр. Это R&D-центр, который выдает некие спин-оффы. Вот эти спин-оффы, они будут уже жить по законам классических стартапов. То, что получилось успешно и не очень дорого, это можно выделять в коммерческие. То, что мы можем коммерциализировать, мы будем вводить в отдельный спин-офф. В отдельный спин-офф и, соответственно, с привлечением инвестиций, там уже в зависимости от зрелости продукта на разных стадиях инвестиций и так далее, там уже начинается вот эта классическая инвестиционная история. В этом плане у нас должно было бы сначала поменяться ментальное отношение к 3D Bioprint Solutions. Оно поменялось, оно эволюционировало в процессе той деятельности, которую мы ведем. И вот на сегодняшний день мы видим развитие компании именно вот в этой области, в R&D-разработках. То есть для нас, по сути, 3D Bioprint Solutions – это некий такой внутренний инкубатор, в котором мы пытаемся выращивать проекты, которые мы будем доводить до стадия инвестиций. Слушайте, у вас есть принтер. Необидно отправлять его куда-то там на орбиту, на МКС. Вы можете печатать органы и кому-нибудь их продавать, нет? На сегодняшний день технология биопринтинга достаточно успешно коммерциализируется в мире. И не с точки зрения регенеративной медицины и пересадки органов, а с точки зрения создания моделей для фармакологических компаний, создания таких трехмерных микроорганов, на которых проводится испытание лекарственных препаратов. Наверное, сейчас уже порядка 25 фармакологических компаний, которые используют эту технологию. Они используют ее не ин-хаус, они заключают договора, делают это на аутсорсинге у компаний, которые разрывают технологии биопечати, но тем не менее. Это в мире или у нас? Это в мире. Дело в том, что у нас в основном дженерики, поэтому с точки зрения инновационных препаратов и их проверки есть определенные сложности. Вы на что рассчитываете? Рынок, вот какой ваш рынок? Хотя мы пытаемся. Самый важный и самый главный рынок, это рынок регенеративной медицины. Это тогда, когда технология биопечати придет в клиники, потому что, понятно, помимо колоссального спроса мы решаем и колоссальные этические проблемы связанные с нехваткой органов. И дело в том, что если мы посмотрим вообще развитие аддитивных технологий, они в медицине используются. Например, 95% в слуховых аппаратах, вот их внутренние части, которые составляются в слуховой проход, они, собственно, сделаны с использованием 3D-принтеров. Крупные суставы из титанов делают с использованием 3D-принтеров. Я правильно понимаю, что сейчас нам ничто не мешает, вам ничто не мешает напечатать печень и пересадить ее алкоголево? Или не алкоголево? Нет, на самом деле мешает. Вообще есть два, две технологических сложности в процессе биопечати. Первое, это наличие адекватного клеточного материала. И почему, собственно, мы напечатали четоидную железу для мышей и не напечатали ее для человека? Потому что в случае с мышами мы использовали эмбриональные клетки, мы не можем использовать эмбриональные клетки в случае для использования. Этическая проблема? Этическая проблема в том числе. И у нас с них... То есть если мы берем биопсид, то есть часть щитовидной железы человека и пытаемся эти клетки нарастить, они плохо делятся, они плохо растут, потому что клетки взрослого организма в принципе плохо растут. Второе, конечно, когда мы говорим о клеточных технологиях, мы понимаем, что эти технологии достаточно дорогие. Вы упомянули печень, японские ученые посчитали, что только клеточного материала для того, чтобы восстановить печень, чтобы получить необходимое количество клеток, чтобы сделать печень Д нова, чтобы создать ее заново, на это нужно только порядка полутора миллионов, там, один и два миллиона долларов, посчитали японские ученые. Понятное дело, что если мы говорим о восстановлении функции печени, чаще всего нам не нужно печатать всю печень, нам нужно восстановить некую часть ее. Но, тем не менее, только по клеточным технологиям это стоит больше миллиона. Но это на самом деле характерно для всех новых технологий, компьютеры. Я думала, вы можете взять и напечатать человека задом. Ну, вы знаете, мы... Родить дешевле, я понимаю. Да, один из таких самых, наверное, частых вопросов, почему, зачем им органы печатать, печатать сразу людей. Но мы считаем, что естественным путем их делать дешевле и значительно приятнее. Поэтому для этой технологии печатать совсем не нужно. Сколько в вас вложили инвесторы денег? Несколько миллионов долларов. Всего лишь? Ну, это, собственно, благодаря тому, что нам удалось выстроить вот этот нетворкинг, о котором мы говорили, и очень большое количество исследований. Исследований мы проводим бесплатно, именно в рамках научного сотрудничества. И в этом, в том числе, мы считаем, что в этом и заключается наша эффективность. Помимо спин-оффов, какие у вас есть еще идеи для того, чтобы вернуть деньги инвесторам? Вам же нужно возвращать деньги инвесторам? Безусловно, но если мы не возвращаем деньги инвесторам, это не бизнес. Может, IPO провести? Некоторое время назад было очень популярное ICO. Вы не представляете, сколько у нас было предложений по проведению ICO. И очень заманчивых предложений, на самом деле. Но мы понимаем, что в нашей области, по крайней мере, на самом деле это везде так, но в нашей области, тем более, очень важна репутация. Особенно, когда мы строим вот такой технологический нетворкинг. Мы понимаем, что если мы несем серьезные репутационные риски, это очень сильно влияет на наше взаимодействие с другими международными мировыми лабораториями. Поэтому мы к этому отнеслись с некой настороженностью. В общем, отказались, естественно, от этой идеи. Но вы же хотите быть единорогом, нет? Вы знаете, как мы хотим стать теми, кто сможет решить эту колоссальную проблему о нехватке органов. Пусть не всех, то есть в какой-то части, но если мы увидим успех нашей работы в конкретных жизненных примерах, в конкретных случаях, которые касаются конкретных людей, для нас это будет очень большой наградой. Спасибо. Спасибо. Спасибо.